В маленьком северном поселке Сосьва, затаившемся под Североуральском, в тамошнем микрорайоне Чикистский, стая бродячих и, судя по всему, голодных псов, которых, кстати, подкармливают местные бабуськи, едва не сожрала 10-летнего мальчишку, который проявил чудеса ловкости и проворности и успел запрыгнуть на поленицу. А вот коту, который там прятался от собак до пацаненка, не проперла. Давайте послушаем очевидца, который попросил голос изменить. Стая бродячих, озверевших собак кинулась на 10-летнего, не бездомного, не бродячего пацана в этом самом месте, который испугался и запрыгнул на этот штабелек дров, где на свою беду сидел бездомный кот. Кот, испугавшись, бросился в палисадник, где его стая собак не настигла. Все, что осталось от кота, осталось сороком. В этом дворе видно, что весь двор и стоптал собачьими следами. 10-летний пацан чудом не пострадал. В этой связи, как не вспомнить похожую историю, только не с таким счастливым хэппи-эндорфином. Случилось оно 5 февраля прошлого года в маленькой деревеньке Пальмино, что в Табаринских краях. 7-летняя девочка Полина одна гуляла в центре деревни, возле местного дома культуры, и ее заживо растерзали два охотничьих пса, хан и рыжий, державшие в ужасе всю деревню, и никто из аборигенов ничего не мог сделать. Хозяева псов на всех плевали и отпускали своих домашних питомцев гулять по округе. Псы сожрали всех местных котов и маленьких собачек, и в итоге загрызли 7-летнюю худенькую беззащитную девочку. Один пес нанес ей 93 кусаных раны, второй 60. Собак в тот же день убили, а их хозяев Александра Фомина и Эдуарда Канифина даже не посадили. Суд им выписал по полтора года ограничения свободы и по миллиону денег с каждого маме Полины за моральный урон. И вот насколько приятнее рассказывать о том, что сосвинский пацан успел запрыгнуть от стаи бродячих псов на дрова, чем о том, как этого мальчишку, дай бог ему здоровья... Впрочем, хватит в день всероссийского траура говорить о вероятных жутях. Реального кемеровского ужаса хватило на годы вперед. Вот прав президент Владимир Путин, сказавший в Кемерово. Говорим-говорим о демографии, о росте рождаемости и теряем детей вообще на ровном месте. На детской площадке, в кинотеатре. Хорошо, что на сосвинских дровишках трагедии не случилось. А то ведь голодные псы могли бы и заскочить. Да все, хватит уже, я сказал. Как бы мог сказать Глеб Егорыч Жеглов.